Круглый год отцы и семьи сгорбатятся на своих рабочих местах в мечте вырваться летом из каменного плена и умчаться прочь к южным морям самыми близкими. Если кто-то еще не выбрал идеальный автомобиль, который станет удобным и вместительным ковчегом для ячейки общества, то мы решили отметить 5 бюджетных автомобилей с самыми большими багажниками стоимостью до 1 миллиона рублей. Что ж, про это сегодня и поговорим. Ну а теперь к нашему рейтингу. При выборе подходящей тачки большинство наших соотечественников вынуждены руководствоваться размером кошелька. Но при этом всех их объединяет один из главных критериев – большой объем багажника. Не секрет, что вместительным грузовым оттеком могут похвастаться крупногабаритные автомобили с определенным типом кузова, которые, увы, не отличаются демократичностью цен. Однако почти все герои нашего списка оказались именно универсалами, явно недооцененными в России. Ну и конечно, мы не смогли отметить один хорошо знакомый всем седан с самым выдающимся размером багажника. Что ж, поехали. Топ-5 самых доступных бюджетных автомобилей для семейного путешествия. И пятую строчку нашего рейтинга как раз и занимает тот самый седанчик. Renault Logan. Старый, добрый, обрусевший француз не мог остаться без внимания, несмотря на то, что это седан компактного сегмента B. Зато внушительным габаритом багажного отсека Renault Logan позавидуют даже универсалы классом постарше – целых 510 литров. Да за какие деньги? Экземпляры 2017 года доступны примерно за 500 тысяч рублей, а новый Logan обойдется минимум за 544 тысячи деревянных. Стандартная комплектация оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 лошади и 5-ступенчатой механикой. Кондиционер в базе французского седана не предусмотрено. До рестайлинговой версии с этой опцией предлагается за 619 900 рублей, а обновленная за 668. Самый доступный вариант с автоматической коробкой можно приобрести за 697 990 рублей. Устраивают такие габариты – бегом покупать Renault Logan. А мы едем дальше. На четвертом месте Ford Focus Universal. Самый высокий ценник в нашем списке оказался еще у одного сарая класса C – Ford Focus. Минимум за 932 тысячи рублей в вашем распоряжении будет машина с багажником объемом 476 литров, а в разложенном состоянии 1502. Именно столько стоит комплектация Trend, который, конечно же, включает в себя такую важную и полезную опцию, как кондиционеры. Автомобиль в стандартной версии оснащен движком 1,6 мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Увы, модификация с автоматической трансмиссией предлагается уже выше нашего ценового рубежа – за 1 миллион 38 тысяч рублей. Да к тому же за полноразмерное запасное колесо придется заплатить еще 3 тысячи рублей. С докаткой путешествовать по России пока еще рискованно. На третьем месте нашего рейтинга оказалась всеми известная Lada Vesta SV – еще один представитель отечественного автопрома и продукта Лятинского автоваза. Кузов универсал только приукратил нашу красавицу и прибавил в ее характер практичности. Объем багажного отсека составляет 480 литров в стандартном положении и 825 в разложенном. И стоит это удовольствие всего 669 тысяч 900 рублей. В отличие от собрата Largus уже в базовой комплектации Comfort Vesta порадует кондиционером. Модель заряжена движком 1,6 литра мощностью 106 лошадей, которая работает в пае с 5-ступенчатой механикой. Аналогичный вариант Lada Vesta Cross, у которого тот же объем багажника, оценен в 795 тысяч 900 рублей. Так что у тех, кто часто выбирается на целину, есть возможность заполучить недорогой внедорожный вариант универсала. Вторую строчку нашего рейтинга занимает KSI TSV. Этот семейный автомобиль также порадует внушительными габаритами багажника, но после предыдущих автомобилей напугает своей ценой. Стоит он 804 910 рублей за комплектацию Classic. Следует учитывать, что эта машина в кузове универсала с объемом грузового отсека 528 литров в стандартном и 1642 в разложенном состоянии. К тому же в стандартную комплектацию уже входит кондиционер и перчаточный ящик с охлаждением. А это незаменимая опция в условиях путешествия в южные широты. В базовой комплектации корейская модель оснащается движком 1.4 мощностью 100 лошадей и шестиступенчатой механической коробкой передач. Версия с шестискоростным автоматом предлагается также в ценовом диапазоне до миллиона рублей за 909 910 рублей. Ну вот мы и добрались до первого места. Конечно, на первой позиции среди претендентов на звание идеального семейного бюджетника оказался наш соотечественник с французскими генами Lada Largus. Он может похвастаться рекордно низкой ценой для своего типа кузова и максимально раздутыми объемами грузового отсека, который по этому параметру позволяет сравнить его с Титаником. Всего за 536 900 рублей вам гарантирован поистине космический простор размеров. 560 литров сложенные и 2350 литров в разложенном состоянии. За эти деньги вы можете рассчитывать на комплектацию стандарт. С 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадей, который работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Увы, в такой машине не будет кондиционера, но он уже доступен в версии норма за 566 900 рублей. Ну вот и все. Теперь самое время написать в комментарии, какой автомобиль вам понравился больше. Там мы с вами порассуждаем, посмотрим и придем к общему выводу. Так какой самый доступный бюджетник для семейного путешествия? Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч.